Приложение Истинное обращение Статья Элены Уайт, опубликованная в журнале Reviewing Gerald, 7 июля 1904 года. Для того, чтобы быть спасенными, мы должны на собственном опыте познать значение истинного обращения. Для мужчин и женщин ужасной ошибкой является проживать жизнь, называя себя христианами, но не имея ни малейшего права на это имя. В Божьих очах заявление о вероисповедании и положении ничего не значат. Он задает вопрос, гармонирует ли ваша жизнь с моими предписаниями? Существует много людей, которые полагают, что они обращены, но они не в состоянии выдержать испытания на соответствие характера Слову Божьему. Очень горько будет тем, кто не сможет выдержать этого испытания в день, когда каждый человек будет вознагражден в соответствии с его делами. Обращение — это изменение сердца, поворот от неправедности к праведности. Полагаясь на заслуги Христа, упражняясь в истинной вере в Него, покаявшийся грешник получает прощение грехов. Когда он перестает творить зло и учится путям праведности, он возрастает в благодати и познании Бога. Он видит, что для того, чтобы следовать за Иисусом, ему необходимо отделиться от мира, и, подсчитав возможные потери, он взирает на все, как на ссор, если может в итоге приобрести Христа. Он записывается в его армию и смело и радостно вступает в битву, борясь с естественными наклонностями и эгоистичными желаниями, покоряя свою волю в воле Христа. Ежедневно он взыскивает Господа, дабы обрести благодать, и он укреплен, получая благовременную помощь. Когда-то в его сердце царствовало собственное «я», мирские удовольствия были его радостью. Теперь его «я» сошло с престола, и верховным правителем его жизни стал Бог. Его жизнь приносит плоды праведности. Он возненавидел грехи, которые когда-то любил. Он твердо и решительно следует по стезям святости. Это и есть истинное обращение. В жизни многих из тех, чьи имена записаны в церковных списках, истинной перемены не произошло. Истина оставлена во внешнем дворе. В их сердце не было места истинному обращению и положительной работе благодати. Их желание исполнять Божью волю основано на их собственных наклонностях, а не на глубочайшем убеждении Святого Духа. Их поведение не приведено в гармонию с Законом Божьим. Они заявляют о том, что принимают Христа своим Спасителем, но не верят, что Он даст им силу преодолеть их грехи. Они не имеют личного знакомства с Живым Спасителем, и в их характерах проявляется много пороков. Как часто тот, кто взирает на себя в Божественном зеркале и убежден, что его жизнь не такова, какой и следует быть, не производит нужных перемен. Он идет своим путем и забывает о своих недостатках. Он может называть себя последователем Христа, но какая от этого польза, если его характер не претерпел никаких изменений, если Святой Дух не возделывал его сердце. Проделанная работа была поверхностной. В его жизни по-прежнему господствует собственное «я». Он не стал причастником Божеского естества. Он может говорить о Боге, молиться Богу, но его жизнь показывает, что он работает против Бога. Давайте не будем забывать, что в своем обращении и освящении человек должен сотрудничать с Богом. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», — говорит Слово, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Человек не может преобразить себя действием своей воли. Он не обладает силой, при помощи которой можно было произвести такие изменения. Обновляющая сила должна прийти от Бога. Перемены могут произойти только посредством Святого Духа. Всякий, желающий обрести спасение, высокопоставленный или простолюдин, богатый или бедный, должен покориться действию этой силы. Подобно закваске, добавленной в тесто, и совершающей свое действие изнутри, Божья благодать трудится над преображением нашей жизни посредством обновления сердца. Простых внешних изменений недостаточно, чтобы привести нас в гармонию с Богом. Многие стараются преобразовать себя, исправляя те или иные дурные привычки, надеясь таким образом стать христианами. Но они начинают не с того. Мы должны начать с нашего сердца. Величайшая истина обращения сердца при помощи Святого Духа представлена в словах Христа, обращенных Никодиму. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рождённым от Духа. Закваска истины совершает свой труд тайно, молчаливо, неуклонно преображая душу. Естественные наклонности смягчены и покорены. Привиты новые мысли, новые чувства, новые побуждения. Установлен новый стандарт характера – жизнь Христа. Разум изменён, его способности пробуждены к действию в новом ключе. Человек не наделён новыми способностями, но существующие у него способности освящены. Совесть пробуждена. Писание является великим посредником в этом процессе преображения характера. Христос молился «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Если человек изучает и повинуется Слову Божьему, то оно совершает свой труд в сердце, покоряя себе каждое нечистое качество характера. Святой Дух приходит обличить о грехе, и вера, которая произрастает в сердце, совершает работу посредством любви ко Христу, согласовывая нас, тело, разум и дух с Его волей. Человек видит своё состояние, он видит грозящую ему опасность, он видит, что нуждается в перемене характера, перемене сердца, он взволнован, пробуждены его страхи. Дух Божий совершает в нём работу и со страхом, и трепетом он совершает труд на собой в поисках недостатков своего характера и того, что он может сделать для достижения необходимых перемен своей жизни. Сердце его смиряется, посредством исповедания и покаяния он показывает искренность своего желания в преобразовании. Он исповедует свои грехи Богу, и если он причинил кому-нибудь ущерб или боль, он исповедует это тому, кому он это причинил. В то время, как Бог совершает свой труд, грешник, под влиянием Святого Духа, выполняет то, над чем в его разуме и сердце трудится Бог. Он действует в гармонии с работой Духа и его обращение истинно. Благородство и достоинство человека возрастают по мере того, как он твёрдо стоит на своей позиции против лукавого врага, который столько лет держал его в рабстве. Он чувствует святое негодование, возрастающее в нём, думая о том, сколько времени он провёл в рабстве сатаны, позволяя врагу склонить себя к тому, чтобы отвергать признание своего лучшего друга. Пусть грешник сотрудничает со своим искупителем, дабы закрепить свою свободу. Пусть он будет уверен, что невидимые небесные силы трудятся в его интересах. Дорогие души, находящиеся в сомнении и разочаровании, молитесь о смелости и силе, которыми Христос желает одарить вас. Он искал вас, он жаждет, чтобы вы почувствовали свою нужду в его помощи. Он протянет свою руку, чтобы ухватить руку, протянутую к нему за помощью. Он провозглашает, приходящего ко мне не изгоню вон. Пусть ум и сердце вступят в сражение против греха. Пусть ваше сердце смягчится по мере того, как вы размышляете о том, как долго вы избирали служить своему злейшему врагу, отвернувшись от того, кто отдал за вас свою жизнь, кто любит вас, кто примет вас такими, какие вы есть, несмотря на то, что вы грешники. Выйдите из-под мятежного стяга и займите свое место под залитым кровью знаменем князь Эммануила. Всякий, кто желает выработать сильный гармоничный характер, должен отдать все и сделать все для Христа. Искупитель не примет половинчатого служения. Человек должен ежедневно постигать значение подчинения себя Христу без остатка. Он должен изучать Слово Божье, уясняя его значение и повинуясь его предписаниям. Таким образом, он сможет достичь высочайших стандартов христианского совершенства. Нет ограничений духовному развитию, которое доступно ему, если он причастник божеского естества. День за днем Бог совершает в нем свой труд, совершенствуя характер, который устоит в день последнего испытания. Каждый день своей жизни он служит другим. Свет, находящийся в нем, ярко сияет и усмиряет злые языки. День за днем он трудится над выполнением огромного, величественного эксперимента перед лицом людей и ангелов, показывая, что может сделать Евангелие для падших людей. Давайте не будем жалеть себя, но будем честно выполнять работу преобразования, которая должна быть совершена в нашей жизни. Давайте распнем свое «я». нечистые привычки будут возмущаться и претендовать на руководство в нашей жизни, но во имя и силой Иисуса мы можем одержать победу. Тому, кто ежедневно со всяким усердием хранит свое сердце, даровано обетование. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе и Иисусе Господе нашим. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Сам Бог оправдывает верующих в Иисуса. А кого Он оправдал, того и прославил. Велики бесчестия и деградация, вызванные грехом, но намного более великой будет слава и величие посредством искупительной любви. Людям, стремящимся к единству с божественным образом, дана щедрая доля небесного сокровища, совершенства силы, которое вознесет их даже выше ангелов, не впадавших в отступничество. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,